Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Нет более консервативной марки, чем «Митсубиши». Случилось так, что в 2000-х годах у них не залазилось, и они похоронили даже легендарный и годный «Митсубиши Lancer Evolution». Дела у «Митсубиши» настолько плохи, что в некоторых странах представлены модельный ряд всего четырьмя либо шестью машинами. Также сейчас новый «Айс Икс» делается на платформе европейского «Рено», «Каптюр». Ну и очень жаль, что у «Митсубиши» сейчас нет электромобиля. Хотя компанию можно считать пионером электромобилестроения. Но сейчас не об этом. Давайте рассмотрим бестселлер компании «Митсубиши» в наших краях. Это «Аутлендер» третьего поколения. Эта машина во всех генерациях отлично продавалась. Так получилось, что когда конкуренты, в том числе и японцы, бодро шли вперёд и обрастали новыми решениями и технологиями, марка «Митсубиши» топталась на месте. Поэтому никаких турбомоторов вы на «Аутлендерах» не увидите, а также не увидите умных ассистентов. Но под занавес на трёхлитровых версиях появилась очень любопытная система полного привода. Ну а в целом это тот случай, когда консервативность – это не приверженность традициям, а отставание от времени. Хотя для многих вот эта самая консервативность в данной модели – это плюс. Давайте сейчас рассмотрим, есть ли в «Аутлендер» третьего поколения надёжность, и на что нужно рассчитывать, покупая этот автомобиль с пробегом. Лакокрасочный слой по современным меркам довольно тонкий и мягкий, поэтому краска скалывается от попадания камней, и металл, обнажённый в этих местах, начинает неторопливо ржаветь. Гораздо быстрее такие сколы ржавеют и превращаются в жуков на панели крыши. Традиционно это место плохо защищено от коррозии. Почему-то считается, что коррозия здесь не может появиться. Также на некоторых «Аутлендерах» точечно вспучивается краска на крыше. Такую проблему решали по гарантии. Владелец данного автомобиля наклеил вот на это место и на часть капота плёнку. Хорошее решение. Вообще первые очаги коррозии появляются на остальных деталях на днище и за бамперами. То есть на усилителе бамперов, кронштейнах, деталях подвески и так далее. Но ни к чему серьёзному это не приводит. Лобовое стекло считается достаточно хрупким из-за того, что попадающие в него камни вызывают трещины. А также то же самое можно сказать и про противотуманные фары, плафоны которых легко лопаются. В «Аутлендер 3» с электроприводом водительского сидения возникает люфт шарниров продольной регулировки. В этом случае сидение превращается в кресло-качалку. Амплитуда минимальная, удары жесткие и ездить невозможно. Так вот, в этом случае очень скрупулезные владельцы заставляли дилера ремонтировать эти сидения по гарантии. Ну а если гарантия закончилась, то придётся что-то мастерить своими руками. Кстати, в данном случае у нас регулировка сидения механическая. Кожаная обивка передних сидений оттопыривается в самом низу и перестаёт плотно облегать сидушку. Вот эту проблему тоже решали по гарантии, либо же самодельно как-то её там крепили. Крышка бардачка не выдерживает нагрузок, смачных хлопков. И когда между ней и панелью что-то застревает, а происходит то, что ломается тяга, которая удерживает усы в закрытом состоянии, чтобы бардачок не закрывался. Так вот, тяга ломается со стороны левого уса. Чтобы решить эту проблему, надо менять крышку бардачка, либо же мастерить что-нибудь, чтобы прочинить вот эту тягу. За работу всей электроники в Outlander отвечает единый токораспределительный блок. Он находится под рулевой колонкой, и в нём собраны все предохранители и реле. Бывают случаи, когда в этом кроссовере перестают работать стеклоочистители. Причина в этом блоке, то есть в реле, которое отвечает за работу дворников. Это реле можно перепаять, если удастся подобрать подходящие. Если не удастся, то придётся менять этот блок на новый либо БУ. Но в новый либо БУ придётся перенести кодировки со старого блока. Вообще, из-за неисправности этого блока могут глючить центральный замок, световые приборы, указатели поворотов, да и любые электропотребители. Большинство Outlander оснащены рядными четвёрками объёмом 2.0 и 2.4 литра. Это моторы-близнецы. Отличаются лишь диаметром цилиндров и ходом поршней. У старшего брата есть ещё блок балансирных валов. Кстати, такой мотор мы уже успешно разобрали на нашем канале. Обязательно посмотрите. Это глобальные двигатели, которые были разработаны и используются компаниями Mitsubishi, Chrysler, Kia, Hyundai. Несмотря на абсолютное сходство, проблемы у них разные. А вот конкретно у двигателя Mitsubishi проблем никаких. Даже нет главной беды – появление задиров. За исключением того, когда разрушаются катализаторы, керамическая пыль попадает в цилиндры и растирается поршнями по зеркалу цилиндров. Зато с охлаждениями у этих моторов никаких проблем нет и они не будут шелестеть поршнями. Единственный эксплуатационный недостаток этих моторов в том, что у них нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Поэтому тепловые зазоры надо проверять и по возможности регулировать подбором толкателей каждые 90 000 км. А вот если двигатель, как в нашем случае, эксплуатируется на газу, то этот интервал надо сократить вдвое. Других проблем у этого двигателя нет. Если менять масло каждые 10 000 км, то никаких проблем не будет. Цепь ГРМ легко выхаживает 250 000 км, а фазовращатели не беспокоят. Да, известны случаи, когда водитель-наездник доводил до обрыва цепи балансиров. Да, также доводил этот мотор до перегрева. Но это только случается из-за неадекватной эксплуатации. Старший двигатель – это V-образная шестерка. Этот мотор доставлял много проблем на Outlander XL. Он охотно проворачивал шатунные вкладыши при пробеге более 100 000 км. Но к выпуску Outlander третьего поколения двигатель основательно модернизировали. Новый коленвал и улучшенная геометрия камер с гранью укрепили его здоровье. Также этот двигатель избавили от системы EGR и также убрали вихревые заслонки из впускного коллектора. Но с этими изменениями двигатель потерял былую эластичность в своих тяговых характеристиках. При пробеге в 150 000 км стоит прислушиваться к подозрительно цокающим гидрокомпенсаторам. Цокание гидрокомпенсаторов чаще всего указывает на низкое давление в системе смазки. Если замеры покажут, что давление смазки действительно низкое, то тогда надо задумываться о замене маслонасоса. Чем точно болеет V6, так это трещиной в задней клапанной крышке. Через трещину начинает просачивать масло. Кстати, трещину можно обработать клеем, но этого будет достаточно, по крайней мере, на первое время. Также стоит обратить внимание при пробеге до 200 000 км на сальники валов. Они частенько начинают пропускать масло. Масло может попасть на ремень ГРМ, но обычно это замечают гораздо раньше, чем ремень ГРМ начнет проскальзывать, либо порвётся. До рестайлинговой версии двухпедальных Outlander с четырёхцилиндровыми двигателями оснащались вариатором Jatka GF011E. Пожалуй, это самый распространённый вариатор на планете. С 2005 года его устанавливали на Renault, Nissan, Suzuki и Mitsubishi. С 2007 года его носили Outlander второго поколения и третьего поколения до 2015 года. Это, на удивление, очень надёжный и живучий вариатор. Всё, что ему надо, это охлаждение АТФ, а также заменой этой самой АТФ. В инструкции к автомобилю сказано, что менять АТФ в вариаторе надо каждые 90 тысяч километров. Но сама компания Jatka сократила этот интервал вдвое, а то и втрое. Для заправки используется фирменная АТФ J4. Также у неё много других названий, например, Nissan NS3. Есть мнение, что лучше использовать жидкость CVTF J1. Она же NS2. Мол, у неё лучше кинематические свойства. В любом случае эти две жидкости совместимы. А теперь важный момент об охлаждении вариатора Outlander третьего поколения до рестайлингового. С завода ему радиатор АТФ не ставили, даже удалили термостат. Но на дорестайлинговые машины начали ставить радиаторы в конце 2014 года. И то не на все. Дело в том, что если владелец приходил и жаловался на перегрев АТФ, то дилеры доукомплектовывали вариатор радиатором. На постоянную основу радиатор АТФ всё-таки вернули. Это случилось с первым рестайлингом в середине 2015 года. Вот такая несуразица была. А в целом же, вариатор GF011E надёжен и неприхотлив. Легко пройдёт при нормальном обслуживании 200 000 км. Кстати, есть случаи, когда вариатор GF011E на Outlander прошёл без капремонта 400 000 км. А чтобы так было, надо не увлекаться резкими стартами, пока АТФ не прогрелась. Также, если побуксовали, то надо включать положение из драйва в реверс с паузой. Ну, а в целом же, ещё раз повторюсь, это хорошая трансмиссия. Кстати, на этапе покупки и в ходе эксплуатации все параметры жизнедеятельности вариатора и ошибки можно считать с помощью сканера MUT3. С 2015 года с первым рестайлингом Outlander третьего поколения получил новый вариатор GF016E. В ручном режиме он имитирует 8 передач. Отдельно отметим, что Outlander японской сборки получили этот вариатор в мае 2014 года. А вот у Outlander российской сборки получили его на год позже, в апреле 2015 года. В основе этого вариатора всё тот же GF011E, а значит, все рекомендации по замене АТФ её тип одинаковые. Так вот, фильтры тоже одинаковые, а прокладки поддона разные. Также в этом вариаторе нет щупа, а есть заглушка. Уровень меряется по переливной трубке, пробка которой вкручена рядом с поддоном. После замены АТФ в этом вариаторе лучше сбросить счётчик старения масла. Также гидроблок у этих вариаторов устроен немного сложнее, поэтому они ещё более восприимчивы к стружке в масле. Поэтому надо сократить интервалы по обслуживанию и замене фильтров. Ему это надо больше. И ещё один нюанс. В этот вариатор не удастся установить БУ-гидроблок и отдельно соленоиды, потому что понадобится прописать калибровки соленоидов в ЭБУ. То есть, физически БУ-гидроблок можно поставить, и он будет работать, но сразу нечётко и с шероховатостями. И вот как вариант можно установить БУ-гидроблок с ЭБУ с машины-донора. В народе, кстати, есть решение с прописыванием неких обобщенных калибровок. А вообще, если гидроблок и соленоиды изношены, то покупается новый гидроблок. Он идёт в комплекте с диском с его индивидуальными калибровками. Добавим, что соответствие фактического и требуемого давления ATF в вариаторе можно узнать с помощью приложения, которые устанавливаются на смартфон и даже в головное устройство. Вариатор с приложением будет общаться через сканер, который вставлен в диагностический разъём. Так вот, здоровье вариатора – это самый больной вопрос при покупке Outlander третьего поколения. Ну, скажем, при покупке и эксплуатации. В общем, эта трансмиссия переключается плавно, что при ускорении, что при замедлении. Ну, когда она исправна. В общем, если есть какие-то шероховатости в работе вариатора, то лучше принять меры сразу, потому что потом будет намного дороже. Ну, а вот классический шестиступенчатый автомат на 3-м Outlander появился только в версиях с мотором 3.0 V6. Коробка, естественно, автоматическая японская. J-F613E – это надёжнейший автомат. И у нас есть подробнейший обзор на нашем канале. Обязательно посмотрите. Менять масло в ней надо раз в 75 тысяч километров или раз в 6 лет. Используется фирменная жидкость J3 или аналоги. Фильтр обычно не меняется, потому что становится доступным после снятия поддона. Лучше проводить замену АТФ замещением. Для этого прокачивающий стенд подключается к двум выводам под внешнюю трубку. Четырёхлистровая канистра оригинального масла стоит $90. Обычно для этой процедуры для полного осветления понадобится литров 12. Outlander 3 с мотором V6 не оснащён радиатором для охлаждения АТФ. Это исключение касается автомобилей, которые собраны в Калуге. На рынках США и Азии радиаторы для охлаждения АТФ устанавливались. Кстати, перед поездкой автомобиля желательно прогреть КПП и двигатель, потому что бывали случаи, что автомат выдавливал сальники. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что в «АвтоСтронг» есть не только качественные БУ-запчасти, но и абсолютно новые. Так что обязательно звоните нам, пишите, заходите на наш сайт и заказывайте. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Раздаточная коробка на Outlander надёжная, но при пробегах более 100 000 км появляется небольшая течь масла по сальникам раздатки. Кстати, эта же проблема свойственна и второму поколению Outlander. Первые машины третьего поколения Outlander страдали от установки бракованных сальников под хвостовик карданного вала. Так вот, их меняли по гарантии, потому что течь масла была сильной. Раз в 80 000 км в раздатке можно заменить масло. Оно сливается через нижнюю пробку, а заправляется через отверстие, которое находится повыше, ближе к левой полуоси. Для гиппойных передач понадобится литр оригинального масла, стоит 33 доллара. Уровень определяется по заправочному отверстию. Проверить здоровье раздатки очень просто. Надо включить лог в управлении полным приводом и сделать несколько медленных разворотов на 360 градусов. Никаких посторонних звуков быть не должно. Кстати, у нас машина не полноприводная, то есть переднеприводная. 3-литровые Outlander оснащались более продвинутой системой полного привода. У этих машин активный передний дифференциал и очень интересно настроенная система, которая борется с заносами и пробуксовками. Эти машины даже боком ездить умеют. Точнее, эта система не мешает водителю, а даже помогает. Да и на бездорожье эти версии ездят веселее. Хотя в некоторых ситуациях на бездорожье превращаются в недвижимость, но это уже другая история. Самое главное, что система полного привода на всех версиях Outlander проблем не вызывает. Чтобы было так и дальше, как можно дольше, надо менять масло не только в раздатке, но и в редукторе. Подвеска Mitsubishi Outlander простая и надёжная. Из серийных болячек можно отметить скрипучие втулки стабилизаторов. Втулки не рвутся со временем, а просто начинают скрипеть. Их можно заменить на оригинальные либо неоригинальные, среди которых есть полиуретановые. Цена вопроса – 5 долларов. В передней подвеске рвутся по окружности пыльники амортизаторов. Если пыльник порвётся, то это может навредить опорному подшипнику. Оригинальные пыльники стоят по 50 долларов, но можно сэкономить, выбрав заменители. Если до опорных подшипников не добралась влага и грязь, то они служат достаточно долго. Если добралась, то новый опорный подшипник стоит 20 долларов. Оригинальный новый передний рычаг обойдётся в 130 долларов. Ни сайлентблоки, ни шаровая опора к нему по оригиналу не продаются, продаются только по неоригиналу. Ну а теперь, что касается задней подвески. По четыре рычага на каждое колесо. Отдельно продаётся передний сайлентблок продольного рычага – 34 доллара. Также сайлентблоки двух нижних поперечных рычагов по 7 долларов, а верхняя тяга стоит 45-70 долларов за оригинал в сборе. Передние и задние ступичные подшипники начинали гудеть при пробеге до 100 тысяч километров. Оригинальный подшипник стоит 30 долларов. У Outlander задние тормозные суппорты однопоршневые. Сюда встроен, то есть интегрирован механизм стояночного тормоза. На предыдущих Outlander стояночный тормоз имел дополнительный барабанный механизм. Суппорты здесь лучше обслуживать ежегодно, то есть убирать грязь, коррозию, а также смазывать направляющие. В противном случае суппорты заклинят в удобном для них положении. Mitsubishi Outlander – простой и надежный автомобиль. Никаких высоких технологий здесь нет. Да, оно и к лучшему. Все его версии, в принципе, хороши. И если вариатор молод и свеж, то никаких дорогих проблем с этим кроссовером не случится. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».